Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели Сегодня у нас 2 марта, второй день весны Выдался он очень снежным В принципе, хорошо, что мы двигаемся вперед Потому что, вы знаете, чем ближе мы, точнее, чем больше дней мы преодолеваем в этом месяце Тем, соответственно, ближе становятся те самые долгожданные макроэкономические события На которые мы с вами ориентируемся очень давно Я напоминаю то, что прежде всего нас интересует ЕЦБ Заседание состоится во следующий четверг, то есть 10 марта И это заседание может в прямом смысле быть судьбоносным для перспектива главного валютного риска Потому что если драги расщедрятся Мы все-таки услышим, опять же, от доп. мер экономических поддержки Через либо снижение процентной ставки по депозитам Либо через расширение программы количественного смягчения Но, в принципе, нас даже устроит и повторение того, что ЕЦБ допускает возможность подобных изменений в какое-то ближайшее время Также ФРС-составки Следим сейчас за статистикой О ней мы сегодня поговорим с вами Потому что за прошлый день ее было очень много Да и, в принципе, у нас за последние две недели накопилось очень много неплохих фундаментальных факторов Которые создают достаточное ускорение для американцев И нам хотелось бы, конечно же, в динамике пары USD и иена добраться до нашего долгожданного отложенного ордера Который сейчас маячит и ждет, собственно, трейда на отметке 115 иен против доллара Ну и, конечно же, еще одно очень важное событие Это касающееся рынка энергоресурсов Это возможность неочередного заседания, которое выполняется на середину этого месяца То есть на середину марта Также следим за ним, будем ждать с нетерпением Ну и, конечно же, нас интересует все-таки факт возможной договоренности Потому что мы понимаем, что для рынка черного золота, для бренда и WTI Это сейчас самый главный новостной и инфоповод Который скажется в динамике и создаст соответствующие условия и возможности для дальнейшего трейдинга и российского валютного актива Давайте обо всем поговорим подробнее Начнем мы традиционно с нефти Думаю, что у вас была возможность посмотреть, как бренд закрыл прошлую торговую сессию Клосс 36.57, то есть вплотную подошли к нашей краткосрочной цели Которую мы поставили в связи с оптимистичными, положительными ожиданиями По факту того, что эта договоренность действительно может быть достигнута 36.57, это еще не 37 Но учитывая то, что актуальные кодировки 36.89 Может быть даже за последние пару минут бренд смог прибавить еще чуть-чуть Мы понимаем то, что это восстановительное ралли сохраняется Я думаю, что до самого заседания, которое пройдет в середине марта, как я уже отметил Этот тренд не изменится Где может оказаться бренд связи с таким улучшением рыночных настроений? Я думаю, что максимум это 40 Потому что дальше уже будет круто двигаться без уже стоящего серьезного фундамента Если мы посмотрим на вчерашнюю торговую сессию Интересная она была, поскольку появились новые комментарии со стороны министра нефти России Новок о том, что сейчас на текущий момент действительно обсуждается возможность подобной встречи 15 ключевых производителей стран поддерживают инициативу необходимости стабилизации ситуации на рынке энергоэсурсов Действительно, это решение может быть принято И даже если по-прежнему будет сопротивляться Иран В целом других регионов будет достаточно, чтобы повлиять на будущие котировки нефти Ну, хотелось бы, конечно же, верить в то, чтобы все было именно так Но все-таки силу Ирана также принижать не стоит Потому что Иран у нас по-прежнему весьма амбициозный с точки зрения планов Регион, который продолжает увеличивать производство И, соответственно, стремится расширить собственную долю на рынке Мы знаем то, что факторами поддержки для нефти еще выступают снижение количества боровых Неуклонные, на протяжении уже которого месяца действительно они падают Это может в перспективе сказаться на объемах производства Но пока что не сказывается Третий момент Следим за запасами нефти США В частности, я надеюсь, что у вас была возможность посмотреть за динамикой API По факту опубликованных данных мы увидели то, что прирост запасов нефти США составил 9,9 миллионов баррелей Это очень много Это выше даже прошлой недели, прошлого периода, когда мы констатировали прирост на 7,7 Но если, опять же, спроецировать этот отчет, который должен был быть причиной давления на позиции черного золота На реальной котировке мы видим то, что особенно никаких последствий для нефти этот релиз не имел Это говорит о том, что все-таки участники рынка сейчас фокусируются на том заседании, о котором мы с вами уже говорили Это является ключевым фундаментальным событием И только после того, как оно окажется в прошлом То есть будут озвучены итоги и результаты Рынок уже будет переключаться на другой фундамент А сейчас вообще динамику нефти можно рассматривать в формате весов Где с одной стороны, на одной чаше Вот эта потенциальная договоренность Единая, солидарная позиция о том, что нужно не просто замораживать производство нефти на январских максимумах Ну и делать все возможное, чтобы пытаться стабилизировать состояние спроса и предложения То есть нужно снижать объемы производства Если действительно это решение будет озвучено То тогда у нефти появится серьезный драйвер для роста И какое-то время мы будем его и наблюдать Но вот с другой стороны, на другой чаше весов Есть уже и негатив, который в перспективе даже по факту положительного решения И договоренности, опять же, участников, которые будут встречаться в середине марта Может все-таки со временем снова вывести позиции Brent и WTI к понижательному тренду С чем это связано? Это связано с тем, что восстановление цен на нефть Если мы такое будем наблюдать Станет причиной, вследствие которых снова начнут раскупориваться Опять же, нефтяные хабы в США Количество боровых снова начнет расти Сланцевый бум, скажем, переродится Это станет причиной уже логичного увеличения объемов выработки Параллельно с этим могут произойти изменения в запасах, соответственно, нефти И еще у нас есть ожидание того, что в перспективе, ну не знаю какого периода Ну, наверное, не совсем ближайшего Все-таки может опомниться Китай, ну точнее экономика И показать хоть какой-то, скажем, позитив для тех трейдеров Которые ориентируются на состояние и благополучие второй получения экономики мира Поэтому сейчас в целом макроэкономический фон, он не создает достаточно уверенности Касательно того, как же торговать брендом дальше Но мы должны понимать, что долгосрочно картина по-прежнему располагает в пользу того Чтобы бренда скидывать, распродавать и ориентироваться на те цели Которые мы с вами ставили ранее Это пробитие поддержки в районе 30 долларов за баррель Краткосрочно сейчас можно поторговать на рост Опять же, предвкушая потенциальной договоренности То есть до середины марта После этого, если решения положительного для нефти все-таки озвучено не будет Тогда смело можно будет снова делать ставку на продажи И если же все-таки решение будет озвучено Краткосрочное бычье ралли может продолжиться Но опять же, у него будет свой предел и свой потолок Потому что, как я уже отметил, есть и негативные моменты Которые непременно вступят в игру Ну, до середины марта, в принципе, у нас есть еще две полноценные недели Ну и также у нас есть возможность встречаться в ходе каждодневного брифинга Поэтому я буду держать вас в курсе Если какие-то изменения произойдут В том числе и в отношении наших инвестиционных идей Я обязательно вам об этих изменениях доложу Что касается российской валюты Сейчас 73.11, как мы предполагали Роснефть стал причиной укрепления позиций и российского валютного актива Думаю, что если бренд попытается добраться до 40 Против 40 долларов за баррель Значит, и у курса рубля появится неплохой катализатор Триггер для укрепления в район даже 70 Серьезное, конечно же, значение Но, к сожалению, именно, скажем, об этом сейчас сигнализируют Актуальные рыночные котировки И тот самый бычий запал, который еще сохраняется в расположении позиций углеводородов Вы должны быть в курсе того, что сейчас происходит Ну и, конечно же, понимать, что мы всегда плясали от нефти И если нефть после чрезмерных распродаж Которые мы констатировали на протяжении последних месяцев Нашла повод для роста Значит, и у рубля также появилась такая же поддержка Пока что краткосрочные цели Так же, как и в отношении нефти Укрепление до осемилисти Но, чтобы рубль прорвался ниже этой поддержки Конечно же, нужен более серьезный и стоящий фундамент И нужно фактическое подтверждение того, что дальше нефть будет расти Пока этого нефть Соответственно, долгосрочные цели у нас остаются неизменными Мы, если вы поставили, опять же, на ослабление рубля против доллара и евро С более низких ценовых значений И ждете 80, может быть, даже еще выше Эти цели пока пересматривать не нужно Ну, по крайней мере, до середины марта До тех пор, пока у нас не появятся доп-факты Далее идем Евро против доллара Европейская валюта снижается В принципе, за вчерашнюю торговую сессию Никаких серьезных изменений Фундаментального характера не произошло Прежние факторы, они так и остаются ключевыми С точки зрения негатива для евро Это улучшение рыночных настроений Снова подросла Европа США Это сильная статистика американского происхождения Которая поддерживает позиции доллара Но это, конечно же, еще и слабый макроэкономический фон из Европы И вчера те отчеты, которые были опубликованы Только усилили давление на евро В частности, по рынку труда Германии Уровень безработицы по-прежнему на очень высоком значении 6,2% Изменение числа безработных Не на столь оптимистичном уровне, как хотелось бы видеть В принципе, слабая статистика подтверждает стагнацию сектора Но мы в этом, собственно, не сомневались, потому что потери на рынке труда Это логичное следствие слабости промышленного сектора и сферы услуга Вышло также очень много статистики американского происхождения И сильные макроэкономические данные В целом, прежде чем мы переключимся, опять же, на пару USD-иены Только усилили контрастность монетарных политик ЕЦБ и ФРС Мы знаем то, что ЕЦБ вот уже в одном шаге, буквально в одной неделе От потенциального решения расширить программу количественного смягчения Либо снизить процентную ставку по депозитам То есть это дополнительные стимулы и меры экономической поддержки Которые сейчас необходимы для того, чтобы попытаться создать Хоть какой-то драйвер для реанимации потребительской активности Потребительского спроса Ну и для достижения более оптимальных и стоящих, достойных для еврозоны показателей ВВП С другой стороны, ФРС, который какое-то время назад отказывался от планов Дальнейшего и более скорого повышения процентных ставок Но сейчас, за последние две недели, как я уже отметил У нас достаточно сильных макроэкономических поводов Хорошие статистики, которые могут вполне способны переубедить представителей ФРС Чтобы те рассмотрели снова готовность американской экономики Действовать дальше и продолжать цикл ужесточения монетарной политики Через разгон краткосрочных процентных ставок Поэтому контрастность монетарного режима у нас сохраняется Если говорить про предстоящие заседания, которые пройдет 10 марта Вы помните последние слова Драги Он допускал возможности действий И учитывая цифры по индексу потребительских цен Когда инфляция уже достигла снова отрицательных значений Я думаю, сейчас сомневаться практически не нужно В том, что мы услышим эти прорывные и судьбоносные моменты Со слов председателя Европейского центрального банка Марио Драги Сегодня все внимание трейдеров будет уже сфокусировано Снова на американском макроэкономическом фоне Потому что вы знаете, что в 16.15 выйдут данные по EDP И за последнее время мы получили достаточно на свете того Что американский рынок труда прогрессирует, восстанавливается И даже локальные позитивные отчеты Вы вспомните Non-Farm Queralds Это не случайность Это самая настоящая тенденция Если говорить о том, присутствуют ли на рынке основания для хороших цифр Я думаю, что да Потому что промышленный сектор, так же, как и сфера услуга Показывают очевидный прирост Вы помните динамику прошлой недели по отчетам, по личным доходам и расходам Это также увеличение до 0,5% Логичным следствием является прирост экономики США В четвертом квартале плюс 1% То есть в целом у нас все закольцовывается на макроэкономическом фоне И мы понимаем то, что у рынка труда есть, точнее, экономика создала все необходимые условия Для того, чтобы предприниматели, бизнес создавал новые рабочие места Поэтому сегодня я ожидаю очень хорошие цифры по EDP И учитывая то, что EDP традиционно предотвращает еще и статистику по Non-Farm Queralds Получается то, что у нас будут все основания, чтобы дождаться не менее хорошего отчета И уже от официальных данных и официальных статистик То есть спустя ровно один торговый день Если сегодня мы получаем еще один сигнал того, что рынок труда восстанавливается Значит у представителей ФРС будет еще один повод, чтобы задуматься о том, чтобы и дальше повышать процентные ставки Напоминаю то, что заседание ФРС, также актуальная тема, состоится в рамках этого месяца И вопрос, касающийся повышения процентной ставки, еще не снят с повестки обсуждений Теперь вернемся конкретно к ценовым ориентирам Евро-доллар у нас снижается Я полагаю то, что евро уже целенаправленно вошла в зону от этого коллекционного канала И мы будем двигаться дальше к нашей ближайшей цели 1.05 Поэтому ни в коем случае не нужно сейчас покидать расположение короткой сделки Потому что хорошо, что и рыночное настроение пока не провоцирует никаких панических, скажем, поводов Либо форс-мажоров, которые могли бы снова повысить интерес к главному валютному риску Евро остается аутсайдером и пусть она таковым и будет Доллар японская иена Мы видим то, что уже пара добралась до сопротивления 114 Еще одна фигура И мы упремся в наш отложенный ордер 115 Надеюсь, что при преодолении этого значения все-таки катализатор для доллара сохранится И доллар, опять же, по инерции еще сможет забраться выше, чтобы нам стало спокойнее Потому что вслед за 115 нам хотелось бы добраться до отметки 120, а потом даже 125 И очень бы хотелось, чтобы после преодоления 115 мы уже были бы в солидном профите Чтобы не переживать по поводу очередного ухудшения рыночных настроений Которое способно повысить интерес к японской валюте И снова предпринять попытку затащить этот тандем валютных активов в район 110 иен против доллара Собственно, и здесь разобрались также Фунт против американца Актуальной котировки на текущий момент 1.39.70 В целом, напоминаю, что у нас отложенный ордер на продажу 1.39 Он позволяет нам предполагать, что, исходя из новостного фона, касающегося потенциального Брекзита Фунт по-прежнему остается аутсайдером Но все-таки, если говорить про факт референдума, он состоится только 23 июня Ну, в принципе, не скоро, 4 месяца еще И участники рынка понимают то, что прежде чем залазить в долгосрочные продажи Можно также поспекулировать и на потенциальном откате То есть, прежде чем фунт пойдет на север, можно еще заключить несколько профитных сделок с потенциальным ходом и на юг В принципе, такая логика имеет веские основания и, наверное, смысл Тем не менее, говоря про фундаментальную картину Вчера вышли данные по индексу деловой активности в производственном секторе И здесь очередной негатив По факту отчета 58 с прошлого 52,9 Это минимальные значения с апреля 2013 года Здесь самая настоящая рецессия Сфера промышленности, так же, как и сфера услуг Являются ключевыми компонентами для экономического роста Британии То есть, снова увожу вас к тому, что эта статистика является уже предвосхищающим фактором того Что нас ждут еще несколько слабых релизов И самое главное, нас ждет еще один спад по темпам экономического роста Что может оказать дополнительное давление на британца Точнее, не может оказать, а непременно окажет Наша долгосрочная цель сначала прокатиться до отметки 1,39 Оказаться в трейдинге И ставить уже на то, что британец, будучи аутсайдером рынка Доберется до совсем уже долгосрочного ориентира На отметке 1,30 Вот увидите, до этого уровня мы непременно дойдем Потому что впереди у нас 4 полноценных месяца Когда мы будем спекулировать на возможных негативных последствиях Выпадения Англии из состава Европейского интеграционного союза Также хотел пару слов сказать еще про USDCAD Вчера вышли данные по темпам экономического роста Вопреки ожиданиям, статистика оказалась лучше прогнозных значений Это стало причиной укрепления канадца И мы видели, как USDCAD преодолела поддержку 1,35 Сейчас, конечно же, все располагает к тому, что укрепление канадца продолжится Тем более, что в начале брифинга я уже сделал ставку на потенциальный рост нефти Которая является, так же, как и для рубля Определяющим активом для поведения национальной валюты канады То есть канадского доллара Лучше сейчас, конечно же, держаться вне этой валютной пары Потом мы поищем возможности, которые будут предполагать покупку американца против доллара И непременно их найдем Но сейчас нужно получить факторы, указывающие на то, что у доллара будут сохраняться неплохие ожидания по укреплению собственных позиций И это, скажем, вывод об этом мы будем делать после пятничных non-farm payals То есть в понедельник мы снова вернемся с вами к перспективам пары USDCAD Давайте подождем Австралийц против доллара И здесь хорошая реакция на ВВП ВВП в годовом эквиваленте вырос на 3% Против прошлого 2,7% Хорошая статистика, конечно же, поддержала позиции австралийцев Но я думаю, что это только локальный позитив Потому что не забывайте про последние слова Глена Стивенсона Руководителя председателя Резервного банка Австралии Которая по-прежнему допускает возможность снижения процентной ставки А сейчас все будет зависеть от того, насколько быстро доллар войдет в свою колею И, соответственно, насколько динамично он окажет давление на рисковый актив Если это случится по факту выхода Non-Farm Perils, тогда рисковым инструментам придется всем отступать И австралийцу, и новозеландцу уж точно Поэтому по этим валютным активам австралийца против доллара и новозеландца против доллара Вы помните то, что у нас по-прежнему ожидание снижения ниже уровня 0.70 по паре OutUSD И ниже уровня 0.65 по новозеландцу против доллара До тех пор, пока мы не доберемся до этих поддержек, соответственно, торговать этими активами пока не стоит И для тех трейдеров, которые спекулируют золотом Актуальные котировки 1227 долларов за тройскую унцу Я хочу отметить то, что буквально вчера или в понедельник Наверное, в понедельник упустил я этот фундамент Но сейчас стараюсь наверстать Индия сообщила о том, что вводит новые акцизные сборы на готовые ювелирные изделия Преимущественно, конечно же, золотого характера Потому что Индия является ключевым потребителем вместе с Китаем золото Если эти акцизы будут введены, а сомневаться уже в этом не стоит Значит, спрос на актив серьезно просядет Значит, можно настраиваться уже и на фундаментальное ослабление позиции золота И дополнительное давление на золото будет оказано еще со стороны растущего доллара Который сейчас впитывает фундамент как губка И, соответственно, старается наверстать, скажем, ранее упущенные выгоды И наверстать те стоимостные пункты, которые ему пришлось потерять Из-за ухудшения рыночных настроений, которые мы наблюдали в последнее время Ждем снижения золота ниже 1200 долларов за тройскую унцу И оттуда уже я предложу вам конкретную идею Будем продавать этот актив Из важных событий сегодня В 16.15 EDP статистика по рынку труда США Ждем хорошие цифры и поддержку для доллара Надеюсь, что сегодняшнего EDP будет достаточно Чтобы по паре USD иены мы смогли добраться до отметки 115 И в 18.30 еще запасы нет из США Учитывая прирост по версии API Американского института нефти Полагаю, что и официальные данные также могут показать нам об увеличении запасов Но еще раз повторяю, для рынка сейчас более определяющим Являются спекуляции на тему потенциальной договоренности Венесуэлы, Катара, Саудовской Аравии и России То есть на встрече, которая пройдет в середине марта Поэтому до этих пор, наверное, лучше покупать бренд и WTI Уже не рассматривая прочий фундамент Собственно, на этом все Если есть вопросы, вы знаете, их можно оставлять на нашем официальном канале на YouTube Либо на форуме Amarkets, где у меня есть свой аналитический раздел Большое спасибо за внимание Увидимся уже в ходе завтрашнего брифинга Всего доброго, до свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok